Традиционно в преддверии учебного года в Сарое проходит большое августовское совещание, на котором собираются педагоги и руководители школ и детских садов. Открывая конференцию, глава города Алексей Сафонов поздравил учителей и воспитателей с началом нового учебного года и рассказал о работе, которую ведет администрация в области капитального ремонта образовательных организаций. Мы действительно пытаемся вложить в наши объекты все то, что у нас есть, все ресурсы города, все привлекаем, все ресурсы и региона, и федерации. Сейчас две школы у нас на капремонте, там сам бываю каждую неделю, понимаю, как это непросто, жалко директоров, но вы, ребята, стойкие, все умеете, справитесь, ваши дети, наши дети скажут вам спасибо за результаты. Перечень бумаг, которые необходимо заполнять педагогам, ограничили, а понятие образовательной услуги исключили. Это одно из главных нововведений в образовании в новом учебном году. Кроме того, во всех школах страны вводят новый в ГОС, а с 5 сентября по понедельникам в образовательных организациях утро будет начинаться с поднятия флага исполнения гимна. Об изменениях в учебной системе рассказала директор департамента образования Наталья Володько. Большая часть школ у нас переходит на пятидневку, с первого по девятый класс, за исключением лицеев и гимназий. Они остаются на собственном усмотрении, как они переходят внутри исходя из своих образовательных учебных планов. Есть школы, 5 школ, которые переходят на пятидневку и в 10-11 классах. Попробуем, что из этого получится. Кроме того, в Сарове будут создавать сетевую распределяющую старшую школу. Это будет некий образовательный хаб для старшеклассников, где они смогут получить углубленные знания по выбранным предметам. На ближайшем совещании с руководителями школы департамента образования будут уточнять детали этого процесса. Также среди нововведений – внедрение платформы в школы Минпросвещения РФ и в ГИС «Моя школа», которая будет единой витриной для учителей, родителей и учеников. При этом Наталья Володько отметила, что перехода к онлайн-обучению не будет. Живое общение учителя и ученика невозможно заменить. Ни образовательной организации, ни дошкольного, ни школьного уровня, ни вузовского уровня полноценно перейти на онлайн-обучение не готовы. Более того, реальная потребность глаза в глаза и реальная потребность на результат во взаимодействии с учителем, конечно же, гораздо выше и гораздо результативнее. То, конечно, онлайн-обучение невозможно, поэтому массового перехода никто не ожидает, его и не будет. Также Наталья Володько рассказала об итогах прошлого учебного года. Традиционно саровские школы в топе всевозможных рейтингов и региона, и страны. Баллы по ЕГЭ у нас выше, чем по России, а по большинству предметов выше, чем в области. Проседают пока только литература и информатика. Больших успехов саровские школьники достигли и на Всероссийской Олимпиаде. Следующий элемент – это региональный этап. У нас очень высокий показатель в этом году. 145 человек у нас, число фактов, вернее, число фактов участия во Всероссийской Олимпиаде школьников регионального этапа. Из них 85 фактов побед и призеров. Вы видите, что процент успешности, в принципе, очень высокий – 58,6. Запись выступления директора Департамента образования на совещании педагогов смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24. Екатерина Пионова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!